Новая система обращения с бытовыми отходами в Ненецком округе должна заработать со следующего года. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства и ЖКХ Иван Глазунов. Напомню, речь идет о федеральной реформе в сфере утилизации твердых коммунальных отходов. Перейти на новую систему российские регионы должны были еще 1 января. Однако некоторые субъекты, в том числе наш, этого не сделали. Причина – отсутствие так называемого регионального оператора, который в том числе отвечает за реализацию реформы. Таким образом, Ненецкий округ воспользовался правом перенести срок введения новой системы на один год. Обо всем подробнее в следующем сюжете. Создание отрасли по переработке ТБО и улучшение экологической ситуации в стране – главная задача новой реформы обращения с отходами. Вопрос с мусором в российских регионах сегодня стоит крайне остро. Свалок много, особенно незаконных, а вот цехов по переработке в некоторых субъектах просто нет. Чтобы в том числе решить данную проблему, правительство решило кардинально изменить систему сбора отходов. Новая реформа – это не прихоть представителей власти, уже давно назревшая необходимость. Основное – это именно упорядочение системы обращения с отходами. То есть от собственника отхода до объекта его окончательного захоронения или утилизации весь путь становился прозрачным. Переходить на новую систему обращения с отходами в России начали еще 1 января. Впрочем, сделали это далеко не все субъекты, в частности, Ненецкий округ. Единственный региональный оператор по сбору и утилизации мусора, который вышел на конкурс, внезапно отказался работать в Заполярье. Одна из причин – сложная логистика. Исполняющий обязанности профильного департамента Иван Газунов на пресс-конференции заявил, оператор непременно будет, он приступит к работе со следующего года. Мы осознали, что нам не уйти от разделения территориальной схемы. Сейчас мы идем по пути формирования двух зон деятельности региональных операторов. Первая зона – это городская агломерация. В нее, скорее всего, войдут город Наринмар, поселок Искателей, Красная и Тельвиска, возможно. Значит, и все остальные населенные пункты Заполярного района – это будет вторая зона деятельности регионального оператора. Почему так? Есть жгучее желание попытаться на территории городской агломерации остаться внутри существующих тарифов, не подразумевая потенциальных ростов. Получается, на территории округа будут работать сразу два региональных оператора. Не исключено, что ими станут местные компании, которые хорошо знакомы со спецификой Крайнего Севера. Например, в качестве оператора в Заполярном районе рассматривают Северожилкомсервис. Что касается городской агломерации, тут попроще. Мы понимаем, что тут почти постоянно у нас автомобильные сообщения и прочее, тут попроще. Тем не менее, мы вели переговоры с городом. Насколько мне известно, результат положительный. Новая система обращения с коммунальными отходами – это не только работа региональных операторов, но и создание целой инфраструктуры по переработке мусора. Сортировочный комплекс, высокотехнологичный полигон сохранения так называемых хвостов, а также ряд площадок накопления ТБО. Планируется, что все это построят к 2025 году. В правительстве страны тем временем уже заявили, население не должно переплачивать за вывоз мусора после перехода на новые правила утилизации отходов, как это случилось в некоторых субъектах. Олег Итанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал Север.